Из графика подрядчик не выбивается ни на день. Чтобы ускорить процесс, вскоре сюда заедут еще около сотни специалистов. Это позволит успеть возвести ледовую арену площадью в 27 тысяч квадратных метров и рассчитанную на 7 тысяч зрителей в рекордные сроки за два года. Благо в Красноярске созданы все условия для реализации таких масштабных проектов, говорит застройщик. Здесь, скажу так, строить проще. И с рабочей силой проще, качественнее гораздо материал, логистик проще. Ну, большой город дает свои преимущества. Оценить ход строительства приехали представители краевого правительства во главе с губернатором Виктором Толоконским. Вместе со специалистами глава региона провел совещание, на котором утвердил сроки всех работ, включая подведение водоснабжения, электросетей и других коммуникаций. А также обсудил первостепенные задачи. К примеру, сейчас нужно решить вопрос с выкупом участных лиц близлежащих земельных участков. На одном из них для удобства появится транспортная развязка, которая соединит 4-й мост с будущим районом Тихие Зори, где строится арена. На сегодня порядка, чтобы мы могли подготовить площадку для захода строительства, надо порядка 160 миллионов на выкуп этих участков в рамках уже проекта самой развязки. Это вот те деньги, которые, к сожалению, у нас их пока не просматриваются, но их надо в этом направлении. А в смету развязки? Они входят, да. Они входят, они объекты конкретные входят. Не забыли специалисты о благоустройстве всей прилегающей территории. Вблизи уже растет жилой микрорайон, появится в шаговой доступности от ледовой арены и домов, и торговый центр с парковкой, и новая набережная. Есть такие элементы планирования, проектирования, которые городу сподручнее сделать. Это связано со всеми городскими коммуникациями. Мы делаем все эти техусловия и благоустройство с учетом развития всей вот этой большой зоны. Здесь жилье строится, еще будет ряд объектов строиться, чтобы все технические условия, транспортные коммуникации были с запасом сделаны, позволяли городу развиваться. Специалисты Краевого министерства строительства и мэрии Красноярска должны разработать четкий план по развитию территории вокруг арены и подведению всех необходимых коммуникаций к 5 мая. Саму же арену «Платинум» должны сдать в эксплуатацию в январе 2018 года. Александр Ловицкий, Александр Ирмашенко. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова